Приветствую вас, Ольга, я вот прочитал ваш вопрос, и, знаете, я бы для начала хотел уточнить, вот, что вы понимаете под выражением «пережить боли и обиду», то есть «пережить это как?». Знаете, очень жаль, что вот нельзя у вас как-то поспрашиваться, да, какие-то вещи, но вот просто задумайтесь об этом, вот что вы вкладываете в понимание, да, что вы вкладываете в выражение «пережить боль», это очень, как-то так, знаете, звучит, ну, непонятно это звучит, то есть что значит «пережить боли и обиду», вот как это в нас «пережить»? Заталкаться её поглубже, сделать так, чтобы вы ничего не чувствовали, научиться игнорировать боли и обиду или что? Вот для меня это, по крайней мере, так звучит, когда человек, вот, говорит, что «как вот мне пережить там боли и обиду, как мне избавиться от боли и обиды», для меня это звучит вот так. И, ну, неудивительно в таком случае, что забалкивая свои чувства вглубь, у человека, вот в данном случае у вас, в общем-то, не всё складывается, не всё получается, я имею в виду в отношениях. И есть определённые какие-то проблемы и трудности, да, то есть есть сложности с выстраиванием отношений с машиной. То есть здесь как бы идёт вот прямая связь, что если вы думаете, как пережить боли и обиду, если вы именно думаете об этом, то вы свои чувства склонны подавлять, если вы свои чувства склонны подавлять, то вы не прислушиваетесь к ним, не прислушиваетесь к тому, что они вам говорят. Если вы не прислушиваетесь к тому, что они вам говорят, то вероятно, вероятно, именно по этой причине вы встречались пять лет с женатым мужчиной. Ну вы же как-то его выбрали, вы же почему-то пять лет на него с ним были, вы же почему-то не сказали ему сразу, что вот да, у меня есть к тебе чувства, вот, я знаю, что у тебя есть ко мне чувства тоже, разводись, будем вместе, вот. То есть пять лет это всё тянулось. Значит вы на что-то надеялись, на что-то чего-то хотели, на что-то когда к этому пришли. И считается, считается, что люди, которые выступают в отношении с женатыми людьми, да, ну с женатыми, замужнями, ну вот, серьёзные отношения, то есть не просто вот провести время, а именно вот серьёзные отношения. Такие люди обладают низкой самооценкой и боятся, боятся и близости, и имеют запрет на создание семьи. Потому что с несвободными партнёрами построить близкие серьёзные отношения и создать семью практически невозможно. Ну, считается, что данная история идёт и в семье. Это вот так считано, на вскидку. Дальше. Боль и обидно. Боль это, когда вы принимаете на свой счёт действия другого человека, с одной стороны, с одной стороны, принимаете на свой счёт действия другого человека. С другой стороны, эти действия вас задевают, демонстрируя ваши слабые места. И вы по этим слабым местам не формируете отношения и не решаете, что будете с ними делать. Это даже не слабые места, скорее, это, наверное, не совсем такая вот точная формулировка. Я бы назвал это уязвимые места. Уязвимые. Вот. А боль, в свою очередь, это индикатор развития, индикатор роста здесь. Что касается обиды, то обида это ожидание, в некоторой степени обида схожа с болью, в том смысле, что, ну, неопрятанность ожидания также принимает на свой счёт, на свой счёт, и также вскрывает некие уязвимые места. Но, в отличие от просто боли, обида ещё подразумевает ожидание. Обида подразумевает не принятие личной ответственности за то, что я хочу. И обида подразумевает такую, в некоторой степени, манипуляцию. То есть, я на тебя обижаюсь, ты должен чувствовать вину и, соответственно, сделать для меня то, что я хочу. Вот. Ну, опять же, это деструктивный паттерн поведения, деструктивная модель взаимодействия с другими людьми. То есть, неважно, с кем, даже, то есть, неважно, кто это, в данном случае, мужчина, с которым вы пять лет встречались, или, там, человек, с которым вы по работе взаимодействовали вместе, там, на протяжении, не знаю, пары дней, в принципе, это неважно. Важно то, что обида у вас возникает, и обида возникает, ну, не на пустом месте, как правило. Если обида возникает, значит, вы привыкли обещаться, вы привыкли вот так получать желаемое. И, конечно, сейчас, будучи взрослым, вы не проговариваете себе эту мысль о том, что, вот, я обиделась, он будет чувствовать себя виноватым и сделает то, что я хочу. Вот. Вы не говорите этого. Но эта мысль, она остается на подпознании, что, если я обижаюсь, значит, я чего-то жду от других, значит, я сама не принимаю решения, значит, я сама за себя не отвечаю, значит, я зависима от действия другого человека. И весь вопрос в том, как я помещаю себя в зависимость, как я становлюсь зависимым. Как получается так, что не я контролирую свою жизнь, не я несу ответственность за нее, а другой человек. Не важно, женатый, неженатый, там, долго вы, ну, взаимодействуете с ними, недолго вы взаимодействуете, не важно, это все не важно. Знаете, вот, эээ, как бы, вот такой момент, такой момент. И вот это чувство обманутости, да, что вас обманули, вот мужчина вас обманывал, тоже оно, оно отсюда же. То есть вам кажется, что мужчина вас обманул, но на самом деле вы себя обманывали, потому что, если человек, встретив вас, эээ, полюбил вас, то он, ну, сразу уже обослышенный. То есть, как бы, ну, тут, тут, не то, чтобы это было прям, эээ, прям хорошо, да, то есть, ну, понятно, что развод, эээ, не самая приятная процедура. Вот, но в жизни разное бывает, и бывает, что люди, находясь в браке, вот, понимают, что, вот, встретив другого человека, они понимают, что, вот, я люблю его, и, как бы, ну, что, кто-то падал, да, как бы, ну, сердце не прикажешь. Вот, поэтому, эээ, мне думается, эээ, что изначально любви не было со стороны мужчины настолько сильной и настолько искренней, чтобы уйти от, уйти от своей жизни сразу и быть с вами. Ну, вот, и, да, вы чувствуете себя использованы, но это лишь потому, что вы игнорировали свои чувства, которые, я уверен, вам говорили о том, что мужчины-то не ваши, что рассказывать с ним не нужно. Но, вместе с тем, ваши же потребности, ваше же желание быть мужчиной, эээ, для чего-то, для, ну, 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 для своих определенных, эээм, целей, ээээ, сыграл со сланой, в общем-то, очень злую, на мой взгляд, шутку. Вот, эээ, так что, психолог поможет пережить вам более, более обиду. Эээ, вместе с психологом, вы всё это можете проработать, вот. Но, это займёт какое-то время. То есть, это не один, не один, не два, не два раза. Ни одна, ни две битфель, битфель. Что значит, боль, сейчас я подожду, где-то одно, а ещё нужно выработать. Такие определённые, ну, определённо новые модели поведения, чтобы не было старения, такой ситуации. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok